Егор Шип рассказал правду про поцелуй с Валей Карнавал. Анастасис обратилась к подписчикам из-за новой девушки Лёши. И что происходит с волосами Карины Крамбэйби. Всем привет! Это канал ЛогБлогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Ну реально, подпишитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! В Китае приняли очередной ограничительный закон для детей в отношении интернета. Ещё месяц назад появилась информация, что власти запретили играть в компьютерные игры несовершеннолетним людям больше одного часа в день. И только по выходным с пятницу по воскресенье. Подобные ограничения ввели и относительно китайской версии ТикТока, там всё то же самое, только другое название. Теперь для детей младше 14 лет ограничено время просмотра коротких роликов до 40 минут в день. И делать это можно только с 6 утра до 10 вечера. Нововведение создано для ограничения молодёжи от пагубного влияния подобного контента и чтобы школьники уделяли больше времени учёбе. Бывший парень Анастасис Лёша Внемой решил впервые рассказать про свои новые отношения с ТикТокишей Настей Вишневской. Не надо перед вами извиниться за то, что я ничего не рассказывал. Как я понял из этого, я ввёл всех в заблуждение. Я не хотел обижать всех, хотел просто жить дальше. Да, я не хотел отношений, но жизнь непредсказуемая, чувства не подлежат логике. Я нашёл человека, с которым мне комфортно, можете поливать меня грязью из-за этого. Сейчас я не скован рамками. Сейчас я понимаю, какой я на самом деле человек, и мне грустно, что я не понял этого раньше. Так я ещё и боролся с собой настоящим. В сторону же Насти сейчас валится много хейта, так как фанаты бывшей звёздной парочки хотели, чтобы ребята вновь сошлись. Анастасис же, увидев такое поведение подписчиков, попросила перестать это делать, так как никто не заслуживает буллинга. А вот другая популярная парочка тиктокерша Ирины и рэпера Майота вообще перестала скрывать свои отношения. На первых порах всё происходило за камерами в укромных местах. В сеть только периодически сливали какие-то поцелуи и прочие романтические моменты. А уже после пошли совместные походы на шоу, хождение в паре на тусовке, общие фоточки. Вчера же Ирина вовсе выложила их первый поцелуй на публику, что произошло в очередном видео, где они просто дурачились. Тему осуждения поющих тиктокеров, которые уже не раз поднимала Диана Астер, решила обсудить и тендерли бай. Амина уже давно занимается музыкой и имеет неплохие вокальные данные. Но при этом всё равно не понимает какой-то негатив в сторону ребят с меньшим природным талантом. По её мнению, звёзды, которые позволяют себе такие высказывания, должны наоборот больше работать. Чтобы их треки тоже начали слушать и были во всех чартах. Я до сих пор не понимаю артистов, которые типа агрятся на то, что тиктокеров в треке в топы залетают. Мне кажется, это как... Ну типа, если у кого-то получается, а у тебя нет, это не значит, что нужно на этого человека залиться. Это значит, что нужно больше работать и стараться, чтобы у тебя залетало точно так же. Проблемы с волосами аналогичной Даши Дошику начались и у Карины Крамбэйби. После очередной покраски девушка заметила у себя залысину, которая явно послужила звоночком, что её локоны находятся в ужасном состоянии. Блогерша начала активно за ними ухаживать, используя всякие масочки и средства, чтобы хотя бы не потерять то, что осталось. Спустя неделю Карина заметила даже больший прогресс, ведь на том же месте волосы понемногу стали расти. Не знаю, не противно ли вам это слушать, но я хотела рассказать, потому что я начала отращивать волосы, мои убитые в хлам, и ухаживать за ними хорошо. И вот я 4 дня мажусь никотиновой кислотой и пью в доминки, и у меня была злышина, там ничего не росло. Они начали расти как минимум. Вау, я буду! Милохин и Эскейп стали гостями нового выпуска вечернего лайка. Дани рассказал, что впервые увидел своего нового друга случайно в ТикТоке, и его зацепила песня Соу Лоу. После первой встречи они поймали какой-то коннект, и Артур решил разделить успех его работы, которая 100% бы залетела в чарты. Хотя, как выяснилось, они совершенно разные по характеру, но это им ничуть не помешало. Сейчас же уже несколько дней идут съемки клипа на эту песню. По кадрам видно, что будет что-то действительно крутое, поэтому ждем его выхода. Даня, кстати, в своем новом интервью высказался по поводу коллеги и товарища по футбольной команде Егора Шипа. Парень считает, что может сейчас он не особо заметен и является для широкой массы каким-то мемом с песней Диор. Но в дальнейшем у него будет большое будущее, а фраза «рок-стар» в адрес Шипа не будет восприниматься как шутка. Егор Шип – это будущая звезда. Пока он выглядит как мем, я думаю, для взрослых, потому что он еще маленький. Чуваки, это рок-звезда. Рок-звезда, которая раскрывается уже сейчас. Люблю Егора Шипа. Десять. Десять. Егор же решил вновь затронуть тему отношений с Валей Карнавал и для своей подруги Аннет Сай эксклюзивно рассказать пикантные подробности. В интервью Шип раскрыл уже многое, подтвердив, что отношения были, точно была любовь с его стороны. Но фанатам еще не хватало ответа на вопрос, а что там с поцелуем, на что их кумир сказал это. В жизни не отвечал на этот вопрос на интервью. Подписчики могут подтвердить. Но... Конечно, да. Но... То, что говорит Валя, это все... Как обал, ты прячешь под вас по себе карнавал. Синишим! Тут вот есть еще парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую прийти на них, они тоже очень крутые. А на этом все. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok